Может, это эскему? Я не знаю, что будет, но я взяла седракон. Хорошо, ясно. Ну, это еще образование есть. Да, я разлипла. Поехали? Дорогие друзья, Мяслайф пробует. Выбрались мы первый раз в этом году. И это мастерская сказкотерапии у Анастасии Матушкиной. И что это такое сказкотерапия? Вот прямо сейчас будем узнавать и пробовать на себе. Меня зовут Матушкина Анастасия. Я психолог, сказкотерапевт. Сказкотерапия – это метод, который позволяет извлечь скрытые смыслы, ну, не только из сказок, да, из тех историй, которые написаны для всех, но и из того, что происходит, ну, вот сугубо с человеком в его жизни, каких-то индивидуальных ситуаций. И сейчас мы с вами прикоснемся к такому методу, который в сказкотерапии тоже прижился, это песочная терапия. Работает этот метод по принципу взаимодействия с подсознанием. И для того, чтобы уже приступить, в общем-то, я предлагаю сейчас выбрать одну фигурку, которая откликается, которая бы могла стать вашим таким гонцом вот в этот сказочный мир. Субтитры создавал DimaTorzok У меня в руках дракон, потому что я люблю драконов. Было интересно, познавательно, надеюсь, пригодится. И кажется, что-то поменялось, но это не точно. Мне понравилось, потому что я люблю всякие такие психологические штучки. Самая главная цель сегодняшнего занятия – каким образом держать гармонию в себе, чтобы не раскачиваться, чтобы никакие другие эмоции тебя не выхлёстывали. Просто для меня вот это важно. Теперь скоро я буду гармоничным человеком, но я сейчас скажу, как Андрей, но это не точно. Маша. Я, несмотря на то, что мне показалось, что мне сказали чё-чё-всего, объяснили, но я меньше всех поняла. Буду думать. Будем думать. Мясо Лайф пробует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!